В предыдущем видео я рассказал частные случаи задачи о параллельных многоугольниках. А сейчас собираюсь доказать общее утверждение. Забавно, что его доказать легче, чем забрать те частные случаи. Поэтому, строго говоря, можно вообще кто-то не смотреть. Если вам не интересно вообще поиграть с подобными многоугольниками, то, что вы можете сказать, что это не так. Доказательство очень красивое. Но сначала факт. Сначала давайте я скуплю. Что такое параллельные многоугольники? Представьте себе, что у нас есть какой-нибудь многоугольник. Давайте опишем его площадь, это наш многоугольник. И опишем вокруг него какой-нибудь другой многоугольник. Его площадь об обозначе выглядит. Те, кто видели предыдущее видео, помните эти обозначения, что многоугольников было у нас на три штуки. Так, пока ничего такого не произошло. Любой выгулый многоугольник как-то вписан в другой тоже выгулый многоугольник. А вот теперь интересно, через каждую вершину проведем прямую параллельно соответствующей стороне. Ну, мне это не так просто, надо здесь делать, так что у меня все пресечения были где надо. Но, с другой стороны, наверное, все-таки справлюсь. Внешний многоугольник имеет стороны, параллельная сторона плотного. И вот площадь большого это лицет, а площадь промежуточного – у. Цель состоит в том, чтобы доказать неравенство. У квадрат больше или равно, чем х умножить на сад. Т.е. понятно, что х меньше, у меньше, з. Но вот оказывается, что у еще не меньше, чем среднее геометрическое число х и з. Для того, чтобы доказать это неравенство, конечно, нужно дать ему какой-то разумный смысл. Потому что, понимаете, просто вводить координаты всех решений произойдет совершенно возможно. Надо как-то разумнее, да? Давайте сделаем так. Длинные стороны внутреннего угольника обозначены а1, а2 и а3. Вот эти расстояния обозначены а1, а2 и а3. И длинные вот этих отрезков обозначены, соответственно, до 1 и до 2. Тогда можно написать естественную формулу. Ее начинание 1. Это х плюс а1, а1, а2, а2, а2 и так далее, и так далее, а1, а1, а2. Ну, просто потому что у отличается ответственно на эти треугольники. А площадь треугольника дает поведение от стороны неравенства. Хорошо? Теперь, чем отличается величина z от величины х? Тем, что добавляются не треугольники, а трапеции. Площадь трапеции мы знаем. Это полусумма основания. Поэтому, смотрите, надо вот это переписать. И еще написать то же самое с b. Потому что площадь трапеции это а плюс b умножить аж по полу. Значит, я переписываю вот этому а1, 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 а1. Вот, давайте для краткости мы все-таки вот эту вот величину обозначим буквой а. Большое. А вот эту величину обозначим буквой b. И неравенство тогда запишем в таком виде. x плюс а в квадрате должно у нас быть больше или равно, чем x умножить на x плюс а в квадрате. Так, хорошо. Наверное, имеет смысл расстрелить скобки. Тогда x в квадрат вообще исчезнет. Здесь будет 2x и здесь будет ax. Можно тоже немножко упростить. И получится такое выражение. А в квадрате больше или равно... Итак, когда мы раскрыли скобки в выражении x плюс а в квадрате и x умножить на x плюс а плюс b и перенесли в другую часть ax и x в квадратную стукали, то неравенство переписалось в таком виде. Вот это и это одно и то же, только в разных назначениях. Теперь нужно придать какой-то смысл этого неравенства. Оказывается, и вот для этого здесь название, не знаю, семейство параллельных и тоннугольников. Нам помогает эта идея семейства, идея движения. Это замечательная математическая конструкция сейчас будет, которая приведет нас в будущем. Смотрите, давайте каждая прямая в начале они на месте, а потом начинает двигаться. Равномерно. Так, чтобы за единичное время превратиться вот в эту прямую. Каждая прямая параллельно двигается с скоростью соответствующей речи на h. То есть если большое расстояние, то побыстрее, маленькое поменьше. Так, чтобы за единичное время каждая прямая перешла в соответствующую. Движение равновременно. Тогда, разумеется, в каждый момент времени у нас есть такой многоугольник. У нас есть площадь. Давайте единичное. Это очень просто. Ну, x, конечно, есть. Дальше есть трапеции. Раньше были эти большие трапеции, сейчас были маленькие. Но вообще-то это все равно трапеции. И площадь – это все равно половина против тени, сумма основания носа. Только высота – это уже будет не h, а h умножить на t. Вот здесь так. Но опять-таки, оттенки считаем. Такие основания, которые неподвижны, а оттенки считают подвижные основания. t умножить на а1, 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 а1. Плюс. Так, вот здесь интересный вопрос. Как найти этот протезик? Это линейная функция t. И вот эти тренировки это смотреться на нелавчатом тени. Если это учитывается в тени, то ии, и разнировки в тени, вот здесь Дело в том, что, когда у вас равномерно движется, прямая, и это тоже равномерно, но при точке сечению сечения. Просто когда он решает систему линейной проблемой, там, никаких сопернений не будет. Значит нам интересна линейная функция, которая обладает таким свойствам. Вот, тенировки квадрес В, должно быть в тени, а три кодреску, когда это не равен, а1. Если т равно 1, то это b1. Вот такая функция. a1 умножить на 1 минус t плюс b1, t. Ну, естественно, забыл, а высота, как можно терминуть от этого, видите, да? Почему? Потому что если t равно не будет, то есть a1, то здесь будет 0. А если t равно 1, то, наоборот, этого не будет, как выбрать. Прекрасно. Теперь вспоминаем, как это зависит от нашей причины a и b. Вот эта причина, это a, у него t, a. Но и здесь еще, это значение 2t, a. И здесь у нас будет с эфициентом t квадрат минус a. И вот здесь у нас есть с эфициентом t квадрат плюс b. Отлично. В момент времени t площадь равна x плюс t, a, плюс t умножить на a минус t, a, плюс t, b. То есть, другими словами, b минус a умножить на t квадрат плюс 2at плюс x. Это многочинство второй степени от t. Чему равен его дискриминант? 4a квадрат минус 4 умножить на b минус a и умножить на x. Ну, на 4 можно поделить. И получаем, что дискриминант, деленный на 4, это как раз интересующая нас величина. И все, что мы должны доказать, что дискриминант не отрицательный. Заметьте, пожалуйста, никакого промежуточного многоугольника здесь уже нет. Это просто свойство семейства параллельных многоугольников. Оказывается, действительно, для любого семейства параллельных многоугольников это свойство выполнено. И доказать его вообще даже не сложно. Давайте это сделаем. Доказать будем индукция по количеству сторон. Если многоугольник, это треугольник. Представьте себе, у нас есть треугольник. И как-то в его стороны двинулись каждая со своей скоростью. Ну, в принципе, площадь может не меняться. Потому что, в принципе, можно себе представить, что эти скорости подогнаны. Ну, все-таки, давайте считать любыми директорами. То есть, в принципе, можно и внутрь передвигать. Тогда в нужном месте будет величина остановка минуса. В принципе, все останется. Так вот, треугольник может передвигаться вопрос. И тогда площадь его будет постоянной. Величина – это просто постоянная величина. А у постоянной величины, ну, неспоминантно уже. Так что, все будет правильно. Он действительно не отрицательный. Если же все-таки не будет такого, потому что он движется как-то одно целое. То тогда вот этот вот отрез будет линейной функцией от времени. И длина этого отреза тоже будет линейной функцией этого. А триугольники все будут подобными. Потому что когда у вас направления сторон не меняются, то углы не меняются триугольники. Значит, функция будет иметь такой вид. В какой-то момент будет она нулю. Потому что если у вас есть непостоянная величина функция, то она равна нулю. Т.е. внецкий момент времени t с волной – это будет ноль. А в произвольный момент t – это будет такая величина. t минус t с волной в квадрате умножить на какой-то объект. Вот. У такого многочлена дискриминат равен нулю. Все замечательно. А, кстати, что означает, что дискриминат нет в церкви? Это значит, что график параболы, соответствующих параболах, не может целиком лежать над осью. Т.е. когда у вас дискриминант положительный, то обязательно будет две точки пересечения. Когда у вас дискриминант ноль, то, пожалуйста, может быть касание. А вот такая ситуация не возможна. Так, чтобы у вас совсем уж не было пересечений с осью артиста. И так, я погуляю свечки. Для полинограммы. Для полинограммы, ну, то же самое, полночь может передвигаться без изменения. А если он будет меняться, то тогда это линейная функция. Это линейная функция. И, значит, ответ будет такой опять. Какой-то кефицент умножить на t минус t1, t минус t2. t1 это момент, когда вот эта страна превращается в ноль. t2 это момент, когда вот эта страна превращается в ноль. Ну, в принципе, конечно, может быть, эта страна постоянная. Тогда площадь будет не квадратичной, в принципе, линейной. Она в ноль примерно так. К минус t минус t минус t. В любом случае, можете прохерить, выписать, но или можете вспомнить школьные знания про квадратичный вершин. В любом случае, действительно, не отрицательный. Ну, это все было важно. Хотя, замените, для треугольника я почему-то заменил больше треугольника. А вот почему. Когда надо быть неугольник, то в случае, когда он не является полиглограммом и не треугольником, у него обязательно есть стороны, при продолжении которых количество сторон уменьшается. Смотрите. Если многоугольник это и не треугольник, и не полиглограмм, то обязательно есть такие стороны, но это легко просто. Представим, посмотреть на индивидуалетные сложности, что возникнет такой уголок. А вот до этого многоугольника уже сторон на одну меньше. Так как же выглядит трехчлен, который у нас отличает, для этого одного угольника? А он выглядит очень просто. Надо взять всю большую площадь и вычистить его угольник. Отлично. Значит, итак, наш многочлен для случая n плюс одной стороны, это вот что такое. Это нужно взять многочлен для такого многоугольника, и вычистить f3. Но внимание! Что такое f3, мы знаем. Это с каким-то коэффициентом. Это значит, что у нас есть fn на t минус, с каким-то положительным коэффициентом, t минус t с полной. Это значит, что у нас есть fn на t меньше или равно 0. То есть, если мы знаем, что fn на t меньше или равно 0, то тогда и у этого тоже. Это очень просто. Мы берем точечство t, когда fn на t меньше или равно 0. И говорим, что здесь вычитается. Поэтому это тоже будет меньше. Заметьте, пожалуйста, когда я строил номер членов, мне он был понятен на отъездах квадрата единицы. То есть, в принципе, когда вот эти прямые будут двигаться, то какие-то могут обгорять круги или какие-то что-то. То есть, понятное геометрическое строение есть только квадрата единицы. Но вот это вот выражение, оно описывает свойства всего квадратного трех членов. А по значениям на отъездах квадрата единицы парабола строится. То есть, вы знаете все числа, которые наш многогранщик во второй степени принимает, все значения, которые он принимает на отъездах квадрата единицы, то дальше автоматически. Не бывает, что парабола какое-то время прошла по другой параболе, а потом побежала туда. Не бывает. Ну вот и все нормально. Мне очень нравится это доказательство. Это зависит от отчислений практических метров. То есть, все, что они сделают, это переформируем задачу. И вдруг она переформируется так, что у какого-то там квадратичного богочлена дискриминант неотрицательный. И доказательство этой единицы настолько простое, что удивительное. Просто удивительное. Давайте теперь из только что доказанного выведем замечательное свойство круга. Оказывается, из всех фигур круг имеет максимальную площадь при данном периметре. То есть, если вы берете какую-нибудь линию и проводите ее. Не важно, вы буквы или вы, буквы. Ну, те, не буквы или буквы проводят, потому что надо же, может, получше, 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 буквы. Так вот, когда вы берете как другую линию, оказывается, при заданной длине наибольшая площадь будет у круга. Во-первых, другую линию можно приблизить с ломаным. Поэтому, если не докажет неравенство для ломаных, то и для любовь к любой будет верным, потому что для любовь можно точно приблизить с ломаным. Я теперь просто смотрю семейство параллельных многоугольников, которые доставлены так. Вот есть вот эта ломаная. И я заставлю все стороны с единичной скоростью двигаться назад. И F от T это будет площадь многоугольника, которая получается, если на стояние T отодвинуть все стороны. Итак, есть выпуклые многоугольники площади S и его стороны движутся с единичной скоростью. То есть надо все подставлять во внешнюю сторону. Все, 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 все. Как же записать площади в момент времени T? Ну, во-первых, есть вот эта площадь, это S. Во-вторых, вот эти прямоугольники. P это периметр. Поэтому сумма на четыре прямоугольников это P умножить на T. И еще есть вот такие четырехугольники. Смотрите, у нас при увеличении T будут они возрастать пропорционально. Поэтому это будет T квадрат с какой-то преэффициентом. Ну, собственно, мы знаем, что всегда получается многоугольник второй степени. И здесь смысл вот этого числа альфа это сумма за четырехугольных площадей, когда T равно 1. Ну, смотрите, если мы аккуратно здесь проведем окружность, радиус T, то обнаруживается, что мы все вместе найдем круг радиуса T. У круга радиуса T площадь Pt квадрата. Значит, альфа больше, чем P. Дискриминант должен быть не отрицательный. Значит, P квадрат минус 4s альфа больше или равно m. То есть, P квадрат это не меньше, чем 4s альфа. То есть, больше, чем 4s. То есть, альфа больше, чем P. Осталось понять, как это связано с тем, что окружность это самая вот кривая, которая наибольшую площадь внутри себя содержит. Очень просто. Если мы запишем P в виде 2 и L, ну, то есть, раз смотрим окружность радиуса L, у которой длина окружности это 2P, то в таком случае, вот здесь у нас появится 2P, и L квадрат, то есть, 4P квадрат L квадрат будет больше, чем 4s. Согращаем это 4 и получаем P L квадрат больше, чем S. Значит, если у нас есть кривая, длинная 2P, то она ограничивает площадь меньше, чем P L квадрат. Ну, если 0, то меньше, подозритку столько. А если окружность, то окружность. Не доказано. При помощи осмотрения этих вот параллельных семейств замечательное искусство окружности. КОНЕЦ Продолжение следует...